итак приветствую друзья и гости канала всем огромный привет я понимаю прекрасно что с утра иногда меня смотрят просто извращенцы да которые там вроде смотрят и я их раздражаю и ничего вот я тоже и такой же извращенец вот сейчас включил запас витаминов и микрометриентов стоит предохраняться после родов столько сколько необходимо для того чтобы приближать по радио по поводу того кто там должен предохраняться после родов так далее ема и думаю думаю зачем эта информация а потому что радио какой-то да с утра у меня такой раз и фурлычет и фурлычет и вас тоже понимаю поэтому приветствую друзья гости канала и гребаные извращенцы тех которых я раздражаю но который продолжает меня усиленно смотреть вы наверно думаете что поменяюсь лучшую сторону нет куда уж меняться больше я и так идеальный понимаете я так красавчик ну реально максим красавчик просто боженька как говорится ну что едем с вами дальше названы пособия на которые могут рассчитывать семьи с детьми знаете я думал что там пособия одни сейчас прочитал эту статью тоже рекомендую всем посмотреть и прочитать а там так как у него некоторые пособие прямо такие ого-го но на тики ого-го-го и прям нормально уже знаешь уже думаешь блин а почему бы не родить думаю хотя бы чтобы забрать те самые те самые по-со-би-я пособия 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 во всяком случае ну циферки уже меняется в лучшую сторону ладно конец youtube просто модель бандадзор дал разобъяснение да я вот кто-то скажет макс ну чё опуху что ли ну как так не можешь выговорить что ли русская подкопотребнадзор да вот представляете себе в верните нам канал россия 24 на это верните что-то еще и так далее и тогда у нас будет с вами перемирие тогда я не знаю как бы вот этот я вообще не понимаю смысл смысл да вот если есть у нас например телевизор да и там есть например канал россия 24 ну смысл еще этот канал в ю-тубе ну смысл я просто не могу понять я не могу хоть убей меня и все прекрасно понимают смысл например тот же самый россия 24 он они были на ю-тубе им транслировать ю-тубе на этой площадке да где вроде как бы свободы слова и тому подобное если них всегда были комментарии закрыты количество лайков и дизлайков закрыты все закрыты но смысл в таком канале на ю-тубе там тоже вы смотрели только гребаные конченые извращенцы поэтому ну что не знаю я думаю найдут конечно компромисс знаете найдут компромисс финансист пояснила что приходит на смену виза и мастер-карт будем расплачиваться в биткоинах кусочка биткоина ладно бывает не хочу прозябать в нищете россиянин рассказал зачем уехал из сочи и вернулся в общем жил-был один россиянин маленькая жил деревня раз глуши под челябинск и в один прекрасный момент он взял посмотрел на своих соседей как он будет конченых алкашей конченых тварей которые паркуются как у максима острой мечты который бухает которые орут и так далее и он решил сменить это свое ближайшее окружение он взял только курточку такую легкую легкую курточку и маленький такой маленький рюкзачок и поехал покорять на поезде в прекрасный город сочи и решил покорить сочи конечно приехал на поезде и тут он офигел оказывается цена на съем недвижимости не такая радужная которую он смотрел себе на авито оказалась в разы дороже оказывается за его деньги которые до челябинска считается деньги просто потрясающие просто огромные просто там не за крутые деньги он оказывается может снять только хостел и все но все равно да ничего страшного поживем тут конечно же он понимает что надо идти работать но работать на дядю не хочется потому что ну запас под лужу работать на тяду да вот у меня помощница да моя она работать на дядю даду на максима да и стабильно в месяц получает около 200 тысяч рублей ну да как бы на дядю заработать западло поэтому он начинает фрилансе а что такое фриланс фрилансе нам могут заниматься только те люди которые самоорганизованы только те люди которые умеют все таки не за этом ставить цели и настраивать себя на путь истины потому что фриланс да это то что тебя будет не руководить это конечно же тебя вся расслабляет и в общем он начал работать работал 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 и деньги все прожигал там тона яхты покатается то еще что-нибудь этот понял что какая то нездоровая ерунда и взял этот псевдо челябинск потому что все ребенка отумя область как бы большая есть люди что живут челябинске а есть люди которые живут там всякие копейски там подобны которых жут по челябинском и взял этот псевдо челябинск и поехал покорять москву и поехал покорять санкт-петербург и даже до казани добрался в казани Там, где грибы с глазами Их едят, а они глядят И до Санкт-Петербурга добрался Где тебя посылают И если посылают, тебя посылают культурно Вот в Ворске тебе скажут, иди нахер Например, в Сочи тебе скажут, я твою маму там А в Санкт-Петербурге скажут так Я не хотел бы поколебать чувства здесь людей присутствующих Но, видимо, придется, как мне грустно Вы не могли бы культурно пойти нахер Как когда-то пошел нас великий поэт Ну, как бы так вот примерно Москва там проще все Москва там выучил так женский язык и все И в принципе все хорошо, все прекрасно Так вот, ребят Он везде пометался, поскитался Наслушался, что все деньги в Москве Все деньги в Санкт-Петербурге и так далее И понял, что нет Что нет там, сука, денег Слово совсем И что он сделал? Правильно, говоришь, мальчишка И он возвратился в этот прекрасный город Сочи Только понял одну простую вещь Что нужно немного экономить И жить по достатку И живет он в Сочи Этот псевдо-челябинец И говорит, как же хорошо, что я был в Санкт-Петербурге В Казани, что я был в Москве и так далее Я прекрасно понимаю, что город Сочи Это лучший город в мире Это что-то в мире, в России Лучший город для проживания И остался этот бедолага в этом прекрасном городе По-прежнему не работает на дядю Но ходят слухи, что он пошел и устроился к одной из тетей И теперь он не работает на дядю Он работает на тетю Ну а мы с вами продолжаем Значит так, блогер рассказал Как распознать проблемные квартиры в Сочи Он говорит так Ребята, если вы вдруг смотрите объявление И видите, что квартира продается ниже рынка Значит она проблемная Я хотел купить себе квартиру на мансардном этаже Коэтаж был шестой А оказывается документы даны всего лишь на пять этажей И соответственно И поэтому я вам советую Не смотрите предложения, которые ниже рынка Это раз А второе Я вам советую Это Ты куда выезжаешь через полустую линию? Дурак что ли не поймал? Автобус И второе Я вам даю творческий совет Творческий совет Покупать через ипотеку Если вы покупаете квартиру и ипотеку То точно с квартирой все хорошо Все идеально И точно у вас проблем не будет Наверное сейчас слушают Дольщики Дольщики Точнее обманутые лошары Которые покупали жилой комплекс Рубин И думают Рубин 2 Он проходил ипотеку И думают Как там? Черт побери Черт побери Что ты такую херню-то несешь? Ну как так? Или например Слушают те же самые Дольщики Которые покупали в жилом комплексе Раз, два, три И данный жилой комплекс Раз, два, три Затянулся По сдаче Там черт знает Такое время И они тоже такие Блин Ну как так? Думают Ну как? Ну как так? Ну вот Думают Что ты такую херню-то несешь? И тут же еще Владельцы 40 квартир Которые были снесены В Адлере Ну то есть 40 домов Были собственниками квартир Которые были снесены В Адлере И тоже сейчас слушают И говорят Да е-мое Думают Какой же ты конченый? Как понять Ипотека? Ипотека Вот наши квартиры Были в ипотеке И их все постасили Что ты за херню такую несешь? Я скажу Один простой маленький совет Если вы не хотите Попасть на деньги Обращайтесь К нормальным Риэлторам Которые владеют Рынком Не только Как бы на уровне Такого Житейского Но и которые Немножко узнают больше Я например Знаю Когда влогер Максим Акламейцев Красавчик Молодец Катается на Каене Всем все купил Недавно подженился В общем Все у него хорошо Все у него прекрасно За исключением Одного Недолюбливает он Тойоту И иногда Берет и троллит Бабушек 45 летних Ну хотя Знаете Хотя у него Самого Мама Его Да Его мама Стала бабушкой 40 лет Но он все равно Периодически берет Патролливать И так какая-то Травма Наверное детская Наверное скорее всего Потому что Когда он работал Учителем И когда он хотел Себе Высшую категорию Чтобы зарабатывать Больше Чтобы заниматься Патролливая детской деятельностью К нему приходили К нему приходили те самые бабушки Которые обидели его Приходили горе-эксперты Которые проигрывали по всем показателям В своих школах Его школе Которая занимала первое место И они пытались оценить качество его урока И самая продвинутая бабушка Сказала так Уважаемый молодой человек Для того чтобы мне получить высшую категорию Мне потребовалось 25 лет А вы Молодой Наглый Красивый Сексуальный Хотите все это получить Спустя 3 года Серьезно Да только через мой труп Ты никогда не получишь Высшую категорию Потому что я получил Спустя 25 лет Я принципиально Никому из молодых Не дам Сука Дорогу Понял тебя Ну и все И с тех пор Скорее всего Злые языки говорят Что он озлобился На всех бабушек Особенно на Невероизативных Которым чтобы понять Что Как бы Они лучше чем молодые Наверное приходится Просто молодых брать И вот и гнобить Но Максим все равно Остался им благодарен Да и потому же Релатера Он благодаря тому Что не получил Высшую категорию Он пошел сначала В охрану Три месяца поработал В охране Ничего хорошего Не получилось Стал тупеть Еще сильнее Чем в педагогике Потом пошел В Евросеть Работая в Евросеть Заработал Семь автомобилей Зарабатывал Для Орска Хорошие деньги По 150 тысяч рублей Построил в Орске дом Неграмотно вложил деньги Путешествовал С дочкой Два раза в год И так далее И потом в один прекрасный момент Ему все надоело И он конечно же Взял и Ушел в компанию Такси гост Там тоже зарабатывал Хорошие деньги Потом уже переехал В город Сочи А если бы он Тогда сдал бы На высшую категорию То скорее всего Он бы Остался бы работать Тем самым Талантным педагогом Который умудрился За 4 года Педагогического стажа Смог воспитать 5 чемпионов России Вывести школу Девятилетнюю Которую знать Никто не знал На Форштадте Это все равно Что в Сочи Это взять Какой-нибудь там район Там верхний веселый На первое место Во всех Скажем Зачем в мероприятиях В том числе И Спартакеады И так далее И сейчас бы Передвигался Наверное На ВАЗ 2101 И мог о Сочи Только мечтать Или может быть Когда-нибудь Иногда приехать Отдохнуть А так Благодаря этим бабушкам Которые не давали Дорогу молодым Которые грудью Обвисшие Ложились Вставали Старой сракой Перед тобой Чтоб тебя не пропустить Они дали Ему дорогу В новую жизнь И так его жизнь Довела до Сочи И в Сочи он работает Экспертом по недвижимости И действительно Как бы Знает больше Чем любой Любой риэлтор Любой юрист Вместе взятый Поэтому Его я вам рекомендую Мы с вами Едем дальше Итак 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 Назад в прошлое В Сочи В Абхазию Отправится Ретро По Есть Стало известно Судьба КВН Без Маслякова Его не покажут В эфире Первого канала Из Первого канала Убрали такие Классные передачи Как Давай поженимся Давай разведемся Давай Давай вечерний урган Давай еще Давай еще Давай еще Давай 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 В общем Все убрали передачи Топовые Которые смотрят Обычно Бабушки 45-50 лет Все убрали Топовые передачи Все убрали Даже Давай поженимся Убрали Ну как так то Ё-моё Как так И что Да ничего Мне в принципе До этих передач Не холодно Не жалко Не жарко Все таки Не будем звать Что у нас идет Спецоперация И точно Не довесили Ладно В Сочи Машина Сбила Перебегавшую В неположном месте Женщину Само собой Женщина Была 45 лет Само собой Она перебегала Улицу мира Само собой Это было все Веселым В окружении Веселых Так скажем Не буду говорить Кого Само собой Ее сбила Ниномарка Потому что Умереть Под колесами Ниномарки Это прикольно Ну как бы Ну Хоть в чем то Ты добился Результата А чтоб тебя Сбило ВАЗ 2109 На Абхазских Номерах Со словами Ты что сука Здесь бегаешь Так это я Твою мать Ну вот так вот Это конечно Не очень хорошо Ну не очень хорошо Даже не эстетично И не этично Ничего страшного Там нет Ну бывает Такое Не без этого Поэтому Что хочу сказать Ребят Будьте аккуратны Веселым Там у них Свои правила Там тротуары Автомобили Передвигаются Там Еще что Там просто Жесть Жестянская Там Очень тяжелем Поэтому Я не люблю У нас Веселое Потому что Очень много Там Людей С дружесной Абхазии И очень много Людей В том числе Армении Которые Не могут себе позволить Сочи Или центр Альера Соответственно У них Свои автомобили У них Свои правила Дорожного движения У них Свои понятия И так далее И люди Соответствующие Там Ну такие же Собрались Я Был Гостяку Лехе Спасибо Леха Говорит Задолбался Он каждый день Рамсит С этими Знаете Леха берет На машине Мусор Берет Привозит И Скидывает Скидывает Мусор Мусорку Тут Подходит К нему Один Уважаемый Мужчина И говорит Какого хера Ты сюда Привез Мусор А Ну так вот Да Культурно Леха говорит Ну это мусорка И я сюда Привез мусор Снимаю я Дом Отсюда Через два квартала И он говорит А что это тебе Дает право Привозить мусор Сюда Где я живу Он говорит Я вам Не во двор Привез Привез Мусор На мусорку А не во двор Ну как всегда И все И Леха Тогда говорит ему А не пошел бы Ты нахер Я что тебе Привез мусор Тебе Во двор Что ли Стоит мусорка Мне Мои Оренодатели Показали Куда Выносить мусор Я принес И Убрал мусор Какие Ко мне Проблемки Или вопросы Тут Выходит Молодой Человек Ты что Так с моей Папой Говоришь Я твою Мать еб Ну вот так вот Ну там Модно же Как бы Леха такой А ты что Знаешь мою маму Откуда Ну как бы Ну вроде Леха один же Переехал Я твою Ну и в общем Так вот В итоге Что хочется сказать Да ничего Ладно Леха Он такой Знаете Как бы Орский Простой парень Он не Обосался Не обосрался Когда увидел Там пять человек Которые Каждые Которые хотели Поиметь его маму Как бы Или те Которые имели Маму его И так далее Ну судя по их Разговору И так далее И все И спокойно Их поставил на место И теперь Они к нему нормально Все здороваются Подрываются И так далее Потому что Ты иногда Конечно же Хочешь Решить конфликтные ситуации Все очень культурно Этично И так далее Ну есть Ну есть определенные Категории людей Которые Которые Твою вежливость Воспринимают За слабость И поэтому Иногда Нужно Не только Может быть И поругаться Но иногда Нужно Может быть Еще даже Подзатыльник дать А иногда Нужно Кому-нибудь И втащить Потому что Это нормально Примерно То же самое Происходит У нас Сейчас И в мире Иногда Не понимают Нормально Врус Казака И пока Не втащишь Ничего Хорошего Не будет Кто Успел Тот Отдохнет В России Завершается Продажа Туров Со скидкой Поэтому Вы Те Кто Не имеет Квартиры В Сочи Те Которые Тупят Жестко Те Которые Ничего В жизни Не добились А Можно Высшим Достижением Любого Россиянина Считать Это Собственная Квартира В городе Сочи Вы могли Приехать И посмотреть На тех Счастливцев Которые Живут В городе Сочи Поэтому Ребят Не упускаем Свой шанс Берем С хорошей Скидкой Отели Аташота Приезжаем Сюда На лошадях И будет Вам Творческое Счастье А в Лазаревском Районе Сочи Отремонтируют Дом Культуры И памятник Воинам Победителям А жительница Сочи Раскрыла Место Нахождения Неизбитой Достопримечательности Да Е-мое Здесь Везде Два метра Нашел На соблюдке И все И ты сразу Окунулся В другой век Ну реально В другое измерение Более 252 тысяч Человек Заразили С коронавирусом В Краснодарском Крае А в России Может появиться Дополнительный Выходной День А все Для того Чтобы Могли Хорошо отдохнуть И начинать Хорошо Зарабатывать Вот как бы так Я против Хода В Сочи Водители Маршрутки Отправили В колонию За выстрел Пассажир лицо В общем Не понравилось Ему Спасажир Что-то Как и пассажир В себя вел И он Что Водитель Автобуса Взял И просто Стрельнул В лицо Соответственно Пытался Направдаться И так далее И так далее И так далее Все равно Сказали Что Притяжение Умышленно Тебе тяжело В принципе Я здесь согласен Да С одной стороны Я конечно Сказал Мастер Перебывания Что Кому-то Нужно Втащить Если Он не понимает Но Это не значит То Что Нужно Стрелять Да нет Конечно Стрелять Это уже Перебор Если он Просто Взял Пощечину Дал Да и все Этому Пассажиру Было бы нормально А вот То что Он стрелял В голову Это конечно Не то Хорошее А в Сочи Инфинити Вылетел Кувет И прокинулся Это все Было весело Тем самым Жить в Сочи В кайф И Конечно же Сочи у нас Ходит десятку Лучших городов Для жизни И это действительно Действительно Так В общем Как бы так Ну а что Сегодня у нас Воскресенье Сегодня у нас Какое там число Наверное Третье число И что-то мне так Лень ехать На эти горные лыжи Решил я сегодня Немножко Поработать Немножко Отдохнуть И так далее Теперь Что касается Что касается Вчера у меня Состоялся Творческий разговор С одним из моих клиентов И он мне сказал Вот цитирую его Ну Макс Сука Ты почему Забываешь Про клиента Что Я тебе Сделал Плохого Что ты За полгода Ни разу Даже Не позвонил И не спросил Как у меня Сука дела Говорит Ты шо Говорит Охерел что ли И знаете что Действительно Кто Если Смотрел У меня Как бы Видеоролик Который Который Называется История Одной болезни Да 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 Вот История Там Про эти клубы Про стриптиз Про Все Все такое Хорошее Да Ну Там Такое Интересное Такое И сейчас Я пытаюсь Исправляться Поэтому Вдруг Если кто-то Из вас Особенно Из моих Клиентов Или просто Из тех Которые Очень хорошо Общаемся Если вдруг Нечаянно От меня Придет сообщение Или звонок Знаете Я просто Пытаюсь Исправляться Действительно Как бы Я про многих Из вас Забыл 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 Про тех самых Инвесторов Про тех самых Покупателей Продавцов И тому подобное Поэтому Ребят Действительно Подумал Вчера Мне Андрей Дал прям Хорошие Напутственные Слова Про то Что такое Хорошо И что Такое Плохо Всегда Посидели у него Дома Все культурно И так далее И действительно Я сегодня Проснулся С мыслью Блин А вот таких Как Андрей У меня еще Как минимум Наверное Человек Еще 600 Потому что У меня Прошло За 6 лет Более 600 сделок Прошло А это означает Что Блин Как минимум Наверное 600 человек Стали Счастливыми Обладателями Той или иной Недвижимости И Задаешься Вопрос А с кем Ты из них Общаешься Притом Самое интересное Что все Обычно У меня Мои клиенты Они все Культурно Они приглашают В гости Они всегда Говорят Приходи Мы тебе Всегда Откроем двери Мы всегда Сделаем то Мы всегда Делаем это А есть люди Которые Наверное Я обещал Что прислать И не прислал Ну такое бывает Может быть Заработался Может быть Еще что-нибудь Поэтому Ребят Если вдруг Кому-то обещал Что-то прислать И не прислал Подборку Или еще что-нибудь Вы мне Напишите На моих нитях Просто у нас В последнее время Стал ватсап Немножко колпачить И мне Только успевают Присылать Скриншоты Что у нас Раз И пропадает Куда-то Переписка Ну вроде Я то вижу И то не вижу Уже вроде И обновили Уже И VPN Стали отключать Думаю Может быть Это из-за VPN Из-за включенного Непонятно Что происходит Поэтому Если вдруг Кому-то что-то Обещал И не сделал Напишите Если вдруг Смотрит Какая-то красивая Очарательная девушка И я обещал На вас Жениться И не женился Тоже Напишите Исправим ситуацию Если вдруг Кто-то смотрит И говорит Макс Ты там Кто-то Кто-то Забыл 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 Ребят Ну Маленькая просьба Вы можете Сами О себе Напомнить Потому что Вчера Мне Андрей Напомнил О себе Я тут же Взял Взял 6 литров Пива Взял Барабульку Взял Сыр И приехал Не просто Так А вот С такими Мягкими Легкими Подарками Сувенирками Понимаете Поэтому Если вдруг Кто-то хочет Сувенирки И подарки То Наверное Тоже Появляйте Тоже Инициативу Вот У меня Недавно Одна девушка Одна говорит Ну с кем мы общались Она хоп Такая Максим Здравствуй Мне надо С тобой встретиться Я говорю Ну я понял Что наверное Деньги нужны Я говорю Понятно Сколько нужно Что случилось Такая пауза Нет Говорит Нисколько не нужно Все нормально У меня все хорошо Я говорю Ну встретиться нужно Что Она берет Просто И мне Сцвет Говорит Я просто Хочу заняться С тобой Сексом Вот это Ребят Это Охерительный Подход Это был не сон Это было Настоящее Это был не сон Честное слово Это нормально Все Вот Я Вот такие Нормальные Прямые отношения Вот понимаете А не вокруг Да ок Там цветочек Хочу Чтобы мне привез Еще что Все Максим Я хочу с тобой Заняться сексом Все Классно Все Хорошо Все То же самое Что вы Ко мне прощаете Я хочу Купить квартиру Все Я хоп Продаю квартиру Все легко И просто Ладно Ребят На этой ноте Мы с вами Прощаемся Желаю вам Всем хорошего Настроения Желаю вам Побольше Позитива Желаю вам Не знаю Ну что вам еще Пожелать Желаю вам Простого Человеческого Счастья Желаю вам В конце концов Иногда Уметь Различать Юмор От прямого Оскорбления По поводу Владельцев Тойот Которые Там Все Там Себя Они Так Люди Закомплексованные А Когда Ты еще Берешь Там Стебешь Они Тем более Там Еще Больше Ну Ребят Да нормально Я Как бы Отношусь Я прекрасно Понимаю Что Здесь Больше Зависит Не От Человека На чем Он катается А О том Как бы Ну Как он Себя Там Ведет И тому Подобное Поэтому Что Хочешь Сказать Просто По поводу Тойот Ну Как бы Знаете Потому что Вы ведетесь Поэтому Я вас Троллю Мне это Даром Не нужно Понимаете Каждый Выбирает Своё Да Как бы Понятно Что нормально Успешно Люди Передвигаются На немцах Понятно Что люди Со вкусом Передвигаются На англичанах Понятно Что Люди У которых Есть Хороший Финансовый Достаток Передвигаются На итальянцах Да Как бы Ну Это понятно Понятно Что люди Если у него Отсутствует Самоуважение И у него Отсутствует Ну Всё Что такое Можно Самоуважение Как бы Безопасность Он передвигается На Тойоте Понятно Что если денег Нет То он Передвигается На Вазе Если денег Нет Но хочется Попонтоваться То он Берет Себе Китайца Если Вдруг Денег Нет Но Автоваз Западло Но Китайца Ещё хуже Он покупает Себя Француза Какого-нибудь И так далее Это же хорошо Что у нас Есть выбор Плохо Когда выбора Нет Всем добра И пока Субтитры Субтитры Субтитры